Рынок смарт-часов, друзья, согласитесь, просто огромный, трещит по швам, какие хочешь, на любой вкус, на любой цвет, на любой кошелек. Есть какие-то интересные вещи, есть какие-то проходные, допустим, у меня была версия от iMilab W01, даже не вскрывал коробку, появилась старшая версия, улучшенная W02. Вот это вот интересный вариант, потому что здесь уже магнитный ремешок и есть возможность непосредственно звонить прямо из часов. Как это все работает, сейчас вам расскажу, покажу, протестирую. Краткий обзор, друзья, iMilab W02. Комплект. Здесь уже сразу на часах установлен магнитный ремешок. Сталкиваюсь я с ним, друзья, впервые и позже дам свое мнение о нем. Есть еще один в комплекте, очень похожий на яблочный, возможно, кому-то такая конструкция зайдет. Есть еще инструкция и зарядная USB магнитная. Ремешки шириной 22 мм, так что кастомить можно. Вес часов 55 грамм, доступно три цвета на выбор. Черный, как у меня, серый и розовое золото. На руке сидят, да и смотрятся приятно, дискомфорта нет и паники тоже нет, что можно потерять. Магниты вот реально мощные, так что вам тут два в одном. Когда-то умельцы втюхивали магнитные браслеты от всех болезней, а вам тут сразу и часы, и магнит. Зачет, если понимаете о чем я. Корпус часов у нас нержавеющая сталь, стекло 2.5D, скушенная гладкая кромка, очень комфортно использовать. На корпусе есть колесо, кнопка, динамик, микрофон, с задней стороны набор сенсоров. По поводу микрофона и динамика не ослышались. В этом бюджете завезли еще возможность разговаривать посредством часов, принимать вызовы, общаться. А вот это вот реально круто. Проверяем, ребят, с вами вызовы. Для этого вот эту иконочку жмем зеленую. Здесь есть набиратель номера, история звонков, адресная книга. Можем прям с часов набрать нам нужный номер. Набираем и нажимаем кнопочку вызова. Сейчас должны вот этот телефон позвонить на вот этот. Собственно, слышим голосовой гудок. Если связь, конечно, есть. Вызов пошел. Все, собственно, все работает четко, корректно. Так, сбрасываем вызов. И по звуку, ребят, не самый худший звук. То есть, не говорили так, что кричи громче. В принципе, слышимость нормальная. Поэтому этими часами вполне можно пользоваться как hands-free. По функциям есть возможность измерять пульс, кислород в крови, мониторить сон, уровень стресса. Кнопка большая – это переход к режимам тренировки. Она не настраиваемая. Это небольшой минус, но есть как есть. Колесо у нас с функцией прокрутки и нажима. Отвечает за включение экрана и прокрутку меню выбора watchface. Есть несколько в базе. Думаю, можно будет докачивать еще стороннее. Чуть позже покажу, какие есть приложения. По дисплею. Он размером 1,85 дюйма. Разрешение 240 на 280. Прикрыто стеклом 2,5D с олеофобным покрытием. Рамки не слишком большие. Лишь слегка в нижней части скрыт подбородок. В целом нормально, 81% покрытия. Мне еще некоторые говорили в обзорах, что здесь недостаточно яркий экран. Да, у нас солнца сейчас нет, но я могу сравнивать данные часы с теми, с которыми я проходил уже два года. Это Amazfit GTS 2, на которых также есть возможность совершать звонки. По экрану претензий нет. Экран, что там, что здесь действительно хорошей. Яркости достаточно. И каких-то супер лютых пикселей здесь не видно. Разрешение невысокое, но это не вызывает также дискомфорт. Конечно, чем выше разрешение, тем лучше. Но и с такими вот точечками мелкими дискомфорта у вас не будет при использовании. Вполне себе нормально. Смотрится дорого, смотрится красиво. И вот даже при таком освещении нет никаких проблем. Ну, а в темное время суток, конечно, хотелось бы видеть автояркость, чтобы она уменьшалась и тем самым экономила еще больше батареи. Автояркости, к сожалению, нет. Палец по экрану скользит хорошо, но к скроллингу нужно привыкать. Он здесь не плавный, рывками, и так и хочет убежать ниже, чем листаешь или выше. Надо привыкать. Автояркости нет, Always он тоже нет. Максимально доступное время экрана это 15 секунд. Все для экономии батареи, в общем. Ее хватает на 5 дней активного использования при 100% яркости экрана. Полностью заряжается часы за 2 часа. Итак, по меню. Свайп сверху вниз у нас открывается шторка быстрого доступа. Там настраивается яркость экрана, фонарик, настройки, вида меню, ответ на звонки. Снизу вверх свайп с главного экрана, получаем доступ к уведомлениям. Слева направо меню, справа налево виджеты и так далее, получаем карусель. В меню практически все стандартное. Главное, что бы я выделил, это пульс, кислород и возможность совершать звонки. Смотреть историю звонков или адресную книгу. Контакты добавляются через приложение и ограничение это цифра 100. Если стало совсем скучно и под рукой ничего нет, разрядился смартфон. Берем часы. Производитель залил игру пятнашки, которая поможет скоротать вам время, подвигав квадратики. Мелочь, но приятно. Из полезного еще есть голосовой помощник, работающий в паре с телефоном. Работает четко, нареканий нет. Проверяем, ребят, голосовой поиск на этих часах. Для этого запускаем их. Ищем вот такую вот зеленую иконку. Жмем на нее и нажмите, чтобы говорить. Нажимаем. Какие пчелы производят молоко? Согласно источнику bartnik.ua, химический состав маточного молочка, скармливаемого пчелином. Ну и так далее. В общем, вы поняли. Все работает, а голосовой поиск здесь не фейк. Тренировок производитель добавил на любой вкус и цвет. Около 100, так что если вы активный спортсмен, вперед навстречу приключениям. Уведомления на часы приходят из мессенджеров. Текст неполный, отвечать нельзя. Это тоже минус. Если захотите их утопить, сделать это просто так у вас не получится. Защита класса IP68. Погружать под воду кратковременно можно. Купаться в них также можно, так что не переживайте. Приложение Glory Fit для смартфона, с ним дружат у нас часы. Есть много различных активностей. Сложностей в целом не вызывает. Все видите достаточно просто, быстро. Мониторинг пульса, сна, стресса, кислорода в крови. Быстрые смс-ответы настроить можно, тоже полезная функция. Есть режим не беспокоить и обновления. В настройках часов в галерее с watch face выбор не скудный. Вот смотрите какие есть. При этом даже предусмотрена кастомизация. Можете прям себя любимого свою фотку разместить на экране. Что ж по итогу могу сказать друзья. Часы в целом неплохие. Согласитесь, однозначно. Огорчает отсутствие встроенной памяти для плеера. Неплавный экран. Нет автояркости. Навигации, есим. Плюсы конечно перекрывают недостатки. А значит часы имеют право на жизнь. Да и продаются они в принципе неплохо. Это не убийцы яблок, как многие окрестили их на ютубе. Это просто нормальные фитнес часы. Красивые. С двумя ремешками в комплекте. И кто-то купит только ради вот этого. Хочу отметить ремешок. Ребят, он классный. Магниты. У меня были сомнения, что зацеплю курткой, рукавом. Отвалится, потеряется, как-то оторвется. Но нет. Держится он реально мощно, прочно. Крепкие магниты. Очень хорошие. И сами часы вот с этим ремешком смотрятся реально классно. Плюс сам ремешок здесь гипоаллергенный. И ну как-то не ощущается. Наделая их утром, друзья, перед обзором. Реально рассказываю историю. Думал там кофту я буду зацеплять. Где-то там куртку надевал. Но целый день я в них проходил. И такое ощущение, что у меня их на руке просто не было. Вот они не ощущаются. Вес 55 грамм вместе с ремешком. Это реально мало. Плюс же хорошая автономность до 5 дней. Неплохо. Я их не подключал к телефону. И вот за целый день реально забыл за них. Только вечером уже, когда раздевался, собрался идти купаться. Такой, ой, я же в часах сегодня. Да, действительно посмотрел тут на всякие параметры, характеристики. Так что часы действительно комфортные. Лично для меня очень комфортный, приятный ремешок. Больше каких-то сомнений по поводу магнита нет. Вот они не отваливаются. Вы их специально никак не потеряете. Если только, конечно, не отстегнуть. Держится прочно. Возможно, конечно, если будет супер толстая рука, где застежка будет закрываться там двумя-тремя магнитами. Тогда будет проблема. У меня тут рука небольшая. И практически больше половины застегнута на магнитах. И вот они вот просто очень прочно держатся. Ремешок зачет. Если приглянулись в данные часы, ребят, ссылочка на них есть в описании. Также можете приобрести с быстрой доставкой у нас в Украине после обзора вот этот вариант. Также доступен W01. Вообще вот коробочка еще запакованная. Белл-стой явности ищите полезную ссылку в описании. Если видео хоть немножко было для вас, ребят, интересно, ставьте палец вверх, не жадничайте лайком, подписывайтесь. У нас впереди много всего интересного, полезного и не совсем, чтобы не пропускать новые видео. Вы знаете, что делать. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok